Почему не паупают? Часто используемые буквы, они расположены более ближе к центру, для того, чтобы было удобнее печатать. Как набрать текст, выйти во всемирную паутину и общаться в соцсетях? Азы компьютерной грамотности преподают в Центральной городской библиотеке Ночайковского. Анатолий Агуменику, 63, всю жизнь он провел за рулем, теперь решил взять в руки мышь. Сегодня у пенсионера второе занятие в компьютерном классе. Это море информации, интернет, это можно общаться с друзьями, в одноклассниках, почту можно разговаривать, можно бесплатно, что пенсионера много значит по всему миру. Можно разговаривать для развития интеллекта своего, для кругозора, для жизни, как говорится, движется, идет. В роли педагогов сотрудники читального зала библиотеки. Из своих учеников они знакомят и с полезными сайтами, например, госуслуги. А еще помогают найти книги в Национальной электронной библиотеке. На этих же курсах учат пользоваться планшетами, ноутбуками и смартфонами. Пенсионеры должны идти в ногу со временем. Средняя возрастная категория в группах 70 лет. Самому старшему нашему ученику 83 года. Я считаю, что возраст – это не помеха для познания чего-то нового. Курс рассчитан на 14 занятий по 2 часа. Уроки проходят каждый вторник и четверг с 14 до 16 часов по предварительной записи. Кстати, курсы организованы в рамках городского проекта «Активное долголетие». Школа с одноименным названием работает в библиотеке каждый четверг. Сегодня в программе лекция психолога на тему «Секреты долголетия». Секрет долголетия в оптимизме. Если человек не утратил эту способность жить, радоваться жизни, учиться новому, несмотря на возраст, несмотря на… Конечно, он долго проживет и активно проживет, самое главное. В школе «Активного долголетия» рассказывают о способах сохранения здоровья. Ежедневно занятия посещают около 100 сочинцев серебряного возраста. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.